Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алексей Корнеев, я руководитель Центра экспертной эндоскопии. И сегодня мы с вами будем заниматься распаковкой гибкого эндоскопа. Многие из вас видели аппараты вживую, как ими выполняют эндоскопические вмешательства, но мало кто видел, как, собственно, они выглядят, когда они новые в упаковке и в каком комплекте они поставляются. Сегодня мы с вами будем распаковывать ультратонкий эндоскоп Olympus. Это модель высокого разрешения GIF XP-170N, который применяется для трансназального введения. Аппарат оснащен технологией узкого спектра света, это современный эндоскоп. Итак, транспортировочная коробка уже снята и мы видим основной кейс. К слову, раньше у Olympus были кейсы пластиковые, сейчас это уже картонная коробка, которая уже не имеет таких свойств, как раньше. Раньше чемоданчики были, конечно, удобнее. Итак, мы здесь видим кучу инструкций, мы их отложим в сторону. Теперь, помимо инструкций, мы видим вот такую вот ставку. В ней три одноразовых щеточки. Многоразовыми щеточками у эндоскопа не комплектуются. И, собственно, мы видим сам гибкий эндоскоп. Гибкий эндоскоп. Он уложен специальным образом. Вот его коннекторная часть. Она здесь свернута. И его рабочая часть. Вот таким вот образом она уложена. Она зафиксирована. Вот такой вот ультратонкий аппарат. Его диаметр 5,4 мм. Аппарат комплектуется адаптером для предварительной очистки. Тут их два. Вот эта кнопка. И есть трубка. Трубка для предварительной очистки также здесь упакована. Сейчас мы аккуратно вытащим коннекторную часть. Вот эта трубочка служит для присоединения к каналу диапсидом. К вот этому каналу. Мы его можем снимать. И после процедуры вот таким вот образом подсоединяется вот эта трубочка. Эта трубка, кончика ее с оливой, с металлической погружается в раствор и меняется клапан. И путем прокачивания аппарата производится первичная очистка. Также с аппарата в комплекте, помимо вот этих вот клапанов и трубок, идут колпачок. Вот этот колпачок предназначен для этиленоксидной стерилизации. Этот колпачок одевается на разъем для отечеискателя гибкого эндоскопа. Он никогда не должен одеваться, если аппарат погружается в жидкость. Потому что этот колпачок разгерметизирует контур. И любой раствор или жидкость, она просто при надетом колпачке проникнет внутрь аппарата и вылетит его из строя. Этот колпачок надевается только при этиленоксидной стерилизации. В других случаях, при жидкостной стерилизации, обработке в моечных машинах, при окончательной очистке совмещенной с дезинфекцией, он должен быть всегда удален. В комплекте идет многоразовый автоклавируемый загубник Olympus. Идет адаптер для промывания системы каналов. Этот адаптер одевается на гнезда клапанов, где расположены кнопки. И идет набор трубок для окончательной очистки совмещенной с дезинфекцией. С помощью этого набора трубок они подсоединяются к разъемам эндоскопа. Производится его окончательная очистка совмещенная с дезинфекцией, либо просто окончательная очистка. Помимо этого идут одноразовые клапаны биопсийного канала. Надо сказать, что сегодня современные эндоскопы все оснащаются и комплектуются одноразовыми клапанами. Это связано с повышенными требованиями к эпидемиологической безопасности пациентов. И мы полностью уже отказываемся от использования многоразового инструмента. Вот таким вот образом выглядит сам эндоскоп. Вот это его гибкая часть, это вводимая часть аппарата. Вот это его рукавишка. Вот его длина. Длина составляет 1 метр 10 сантиметров. Это длина рабочей части. Этот эндоскоп марки Olympus, он производится исключительно в Японии. Это японское производство. Этот аппарат из транспортировочного кейса будет подвергнут полному циклу обработки и дезинфекции. И после этого он будет уже введен в эксплуатацию. Так проверенный новый эндоскоп. Благодарю за внимание.